Приветствую всех дорогие друзья, сегодня поговорим о Локи, боге хитрости и обмана. Локи Лофт Ладур Хведрунг, бог в германо-скандинавской мифологии, является сыном великана Йотуна, Фарбаути и великанше Лаувейи. Сам Локи происходит из рода великанов Йотунов. В скандинавской мифологии Йотуны живут в одном из девяти миров, Йотунхейми. Однако мать Локи после смерти своего мужа отнесла маленького Локи в Асгард, небесный город, обитель богов. За необыкновенной ум и хитрость боги позволили Локи жить у себя. Благодаря хитрости, изворотливости и другим способностям Локи, скандинавские боги получили многие сокровища. Например, молот Тором Йельнир был выкован карликами-двергами Броком и Синдри при споре с Локи о своем мастерстве. Этими же карликами, сыновьями Ивальди, после встречи с Локи были созданы копье Одина Гунгнир, корабль Асов, скитбладнир, волшебное золотое кольцо Драупнир и вепари Гуленбурсти, на котором ездил фрейр. Происхождение имени Локи до сих пор достоверно не выяснено. Есть две наиболее популярные версии. Локи от слова «логи», которое переводится как «огонь», то есть Локи в глубокой древности является богом огня. Вторая версия сравнивает Локи с древнеисландским словом «лука», которое переводится как «закрывать, запирать, заканчивать». Вторая версия может указывать на Локи как подземного бога или бога смерти, или же указывает на его роль в Рагнарёке, наступление которого Локи ускорил. Локи считается отцом нескольких богов, который занимает особое место в мифологии скандинавов. По преданиям, три года Локи жил с великаншей Ангрбодой. Ангрбода родила Локи троих детей. Первого волка Фенрира, который сторожит подземный мир, и, судя по предсказаниям о Рагнарёке, в конце времен должен убить Одина. Второй. Змея Ермунгант, которого также называют мировым змеем или змеем Мидгарда, Ермунгант вырос настолько огромным, что опоясал всю землю и хватил себя за хвост. В финальной мировой битве сын Локи, змей Ермунгант, должен убить Тора. И третья. Хель. Повелительница мертвых. Царица мира мертвых. Хельхейма. Второй женой Локи, которая считается его супругой до самого Рагнарёка, является Сигюн. От Сигюна у Локи двое детей. Нари и Вали. Больше того, Локи сам смог забеременеть. Он выносил и родил восьминогого жеребёнка Слейпнера, который впоследствии стал конём Одина. Германо-скандинавская мифология потерпела огромные изменения современ индоевропейцев. Однако и сегодня можно найти схожие черты богов скандинавов и славянских богов. Что касается Локи, то он соответствует нашему чернобогу или Кащею, богу подземного мира, и доказательства этому будут приведены далее. Его дети очень схожи с нашими божествами, хотя и с некоторыми отличиями. Например, змей Ермунгант схож с нашим ящером, волк Фенрир с нашим Семарглом, а дочь Локи Хель является копией нашей богини, мёртвых и подземного мира Мараны, Мара Марена. Прямых упоминаний о том, что Локи является богом подземного мира мёртвых, в скандинавских сказаниях нет. Однако эту роль мы можем увидеть в деталях. Например, Локи противопоставляется другим богам. Его представляют как хитрого и даже коварного бога. Больше того, Локи убил бога весны, плодородия и земледелия Бальдра. Последний миф относит нас к изначальным верованиям, которые существовали в древние времена. Во многих верованиях бог подземного мира мёртвых соответствует зимнему периоду времени и противопоставлен весенним и летним богам. Смена лета и зимы зачастую отражена в мифах, как битва, нередко со смертельным исходом, между богами зимы и лета, или богами подземного мира и богами неба, или же похищение одного бога другим. О его причастности к темному миру говорит и его потомство, змей Ермунганд, который противопоставлен богам Асгарда. Волк Фенрир, который прикован цепью глубоко под землей. И Хель, богиня подземного мира. Также интересно и то, что верховный бог Один и бог хитрости Локи являются богами, побратимами, которые дали друг другу клятву верности. И этот момент германо-скандинавской мифологии можно сравнить с мировым языческим правилом. Тесные взаимосвязи двух явлений мира. Темной стороны и светлой. Подземного и небесного. Связь света и тьмы. Дня и ночи. О его роли. В покровительстве подземному миру говорит последняя часть скандинавских легенд о жизни Локи среди богов и его наказании. После того, как Локи оскорбил богов и признался в причастности к гибели бога Бальдра, разгневанные асы погнались за ним. Тот попытался скрыться в водопаде Фьорда. Франагр видел осося. Но боги все же сумели его заметить и схватить. Вместе с ним асы схватили двух его детей, Вали и Нарви. Вали превратили в волка, который разорвал Нарви на части. Самого Локи свергли в недра земли и приковали к трем камням кишками Нарви. Богиня Скади повесила над его головой змею, зубов которой непрерывно капает яд на лицо Локи. Верная жена Сигюн постоянно находится рядом с Локи. И чтобы облегчить страдания мужа, держит над его головой чашу. Когда чаша переполняется, она уходит, чтобы опорожнить ее. И тогда яд вновь приносит Локи мучения. От того, что Локи начинает метаться, по представлениям древних скандинавов, начинается землетрясение. И этот момент мифологии скандинавов еще раз подтверждает версию, что Локи является богом подземного мира. Немного схожие сюжеты есть и в славянских языческих верованиях, которые отразились в народных сказках. Например, тот момент, когда Мария Марьевна держит бога подземного мира Кащея в темном чулане, связанном. Судя по предсказаниям о Рагнарёке, освободившийся от оков Локи и страж богов и мирового древа Химидаль убьют друг друга в последней схватке на поле битвы Вигрид. На этом все, дорогие друзья. Благодарю за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!